Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 июля. Житие Святого Отца нашего Феодора, епископа Эдесского. В городе Эдесте был муж по имени Симеон, имевший жену Марию. Оба они были благочестивы, боялись Бога и свято исполняли его заповеди. Так как они были богаты, то творили большую милостыню. У них родилась только одна дочь, им очень хотелось иметь дитя мужеского пола. Они путешествовали по разным церквам Божьим, постились и молились, и спрашивали себе у Бога Сына. Однажды, в Святую Четыре Десятницу, именно в субботу первой недели Великого Поста, когда празднуется память Святого Великомученика Феодора Тирона, оба они пришли с приношениями в Церковь Святых Апостолов к утренней. За службой на них обоих в одно время нашла какая-то дремота. И они, каждый в отдельности, удостоились такого видения. Видели они стоявшего в церкви Святого Апостола Павла со Святым Великомучеником Феодором Тироном. Святой Великомученик говорил Святому Апостолу, указывая перстом на Симеона и Марию, «Вот эти люди, ученик Господень, горячо просят Бога о даровании им дитяки мужеского пола, исходяясь тоже им у Бога, чтобы их просьба была исполнена, и чтобы их жертвы на храмы и их милостыни нашли в себе воздаяние. И видели они, что апостол кладет им на руки младенца мужеского пола, говоря, «Вот у вас уже есть сын». Великомученик же сказал, «Да будет имя ему Феодор, ибо поистине младенец этот будет даром Божиим». Феодор с греческого «бога дарованный». После этого видения и по окончании утренней они рассказали друг другу свои видения и делились тому, что обоим представилось одно и то же. Они возблагодарили Бога, видя в этом предвещании о зачатии сына, и с радостью вернулись домой. Когда же Мария зачала, то соблюдала себя в полном воздержании, как носящая в себе того, кто должен быть сделаться сосудом Святого Духа. Когда исполнилось время, у них родился сын, которому они нарекли имя Феодор, согласно своле великомученика, и которого просветили святым крещением. Дитя выросло, и родители отрока отдали его учиться. Но отрок, оказалось, был не способен к учению, у него была слаба память, и он не скоро запоминал уроки. В этом, однако, оказалось особое действие промысла Божия. Господь хотел, чтобы у отроку приподнана была мудрость не людьми, а благодатью и его. Отрок часто получал выговоры и от родителей, и от учителей, а сверстники его смеялись над ним. И он через некоторое время пришел к мысли просить вразумления у Бога. Он стал часто ходить в церковь и усердно молиться. Однажды, по действию божественного вдохновения, в воскресный день перед святой литургией, он пришел в церковь, и, войдя в алтарь, спрятался под святым престолом. Никто не заметил этого. Архиерей начал совершать святую службу. Отрок же Сеодор заснул там и проспал до конца литургии. И было ему во сне такое видение. Он увидел какого-то отрока, по-видимому сверстника ему по годам, блиставшего, как солнце, который кормил его медовым соком и, давая ему в руки пастырский жезл, благословлял его. После этого видения Сеодор воспрянул от сна и вышел из-под престола. А архиерей же и бывшие с ним в алтаре, увидевшие его, удивились и спрашивали его, как он там очутился. Он рассказал им о себе все и о том, какое ему было видение. Архиерей пришел в страх и тот час причислил отрока к своему клиру, поставив на должность свица. С того времени Сеодор стал сообразителен и способен к учению, превосходя разумом не только сверстников, но и старших себя. Он преуспевал и в духовных и светских науках, каким он обучался у известного тогда в Эдесте учителя философии по имени Сафрония, в краткое время прошедшего с Сеодором все науки. Когда Сеодору исполнилось 18 лет от роду, отец его Симеон приставился ко Господу, а потом через год отошла ко Господу и Мария, мать Сеодора. Последний же раздал доставшееся ему от родителей большое имение нищим, выявив только одну часть своей замужней сестре. Сестра эта имела сына Василия, который сподобился сана епископа, в городе Эмесси и был писателем всего жития преподобного Сеодора. По смерти родителей 20 лет от роду блаженный Сеодор отправился в Иерусалим. Потом, поклонившись гробу Господню и обойдя все святые места, он прибыл в лавру преподобного Саввы, которая в то время была управляема Аввою Иоанном, и, приняв там ангельский образ, упражнялся в постнических подвигах и проходил всякие труды иноческого послушания неленостно в течение 12 лет, участвуя во всяких монастырских служениях. Потом он упросил настоятеля, чтобы он повелел ему пребывать одному в безмолвии, в отдельной келье, и, получив такую келью, жил в ней в молчании, служа Богу. Пищей он составлял небольшой кусок хлеба по закате солнца и немного воды, и то не всякий день. Иногда он по два и по три дня оставался без пищи, много раз и на долгое время удалялся в Иорданскую пустыню, где без хлеба и без воды проводил дни и ночи, только все время молясь, как бы бесплотный, и потом возвращался снова в свою келью. 24 года он провел в таких постнических подвигах, и вот о такой его подвижнической жизни услыхал один родственник его, юноша из города Эдессы по имени Михаил, который и пришел к Феодору. Желая подражать его добродетелям, Феодор принял его постриг и держал его при себе как ученика, спостника и сподвижника. Михаил же научился плести корзины, блюда и другие предметы, которые по приказанию учителя носил на продажу во святой город Иерусалим, а вырученные за продажу деньги приносил своему духовному отцу Феодору, который отсылал их в лавру, чтобы недаром брать из обители пищу. В те времена Палестина и Финикия были уже подвластны не греческим царям, а сарацинам, ибо по попущению Божьей за грехи тамошних жителей они подчинены были царям сарацинским. Христиане сохраняли себе жизнь и свободу веры только большими даннями, но верующих Господь в то же время и утешал, творя у святого гроба знамения и чудеса, которыми заграждались в устах у лителей христовых огорян. Многие старейшины арабские издалека приходили в Иерусалим, чтобы видеть гроб Христов, и здесь воздавали почести христианскому патриарху и прочим святителям, а жителям Иерусалима оказывали разные милости. В то время царь сарацинский Адрамелех, женой своей Сиидою, отправился из Вавилона в Иерусалим, чтобы видеть гроб Христов и совершавшиеся при нем чудеса. Адрамелех был человек кроткий, не желавший обижать христиан, хотя и брал с них дань. Он любил побеседовать о вере с людьми учеными и говорил при этом согласно со своими народными понятиями. Когда еще он оставался во святом городе, блаженный Михаил, ученик и родственник преподобного Феодора, по повелению его пришел во святой град продавать свое рукоделие и жил в находившейся в городе гостинице монастыря преподобного Саввы. Сначала он пошел поклониться гробу Христову и святой Голгофе, а потом вышел на торг с рукоделием. Тут его встретил Евнух, царицу Сииды. Увидев хорошие корзины и блюда, он удивился такой красивой работе и сказал ему, «Вступай, юноша, за мною, ты получишь хорошую цену за все твои вещи». Михаил последовал за ним, как незлобивый агнец, до дверей дома новой египтянки. Евнух доложил царице, что один монах продает очень красивые вещи, и царица тотчас же велелась ввести монаха к себе. Когда блаженный Михаил вошел к ней, дурная женщина почувствовала нечистую страсть к юному иноку. Он в самом деле был красив лицом, встатен, борода у него чуть пробивалась, он был тонок и бледен от постоянного поста, а кроме того в его внешнем благообразном виде отражалась внутренняя красота его добродетельной души. Берив в него взоры, царица разгоралась страстью и стала спрашивать его, кто он и откуда. Он же отвечал, «Я убогий монах из лавры святого Саввы». Царица сказала ему, «Я вижу, юноша, что ты бледен и худ, мне жаль тебя, и я хотела бы сделать для тебя добро. Если ты раб чей-нибудь, я освобожу тебя. Если пленник, я выкуплю тебя. Если болен, я вылечу тебя. Если ниш, я обогащу тебя». Целомудренный Михаил, слыша ее льстивые слова, понял ее лукавое намерение и обратившись сердцем к Богу и, возведший духовной оси к нему, молился в уме такими словами, «О, владыка человеколюбший, спаситель плененных и надежды отчаявшихся, ты, избавивший пророка твоего, Данила, от челюстей львинных, избави меня в настоящий час от этой злой львицы, хотящей поглотить душу мою и свести ее живой в ад». Потом он сказал царице, «Я некогда пленен был любовью к миру, но владыка мой Христос избавил меня от этого своей благодати. Я был рабом греху, но Господь мой, принявший на себя образ раба, освободил меня. Он нашел меня больным и взял немощи мои и сделал меня вполне здоровым. «Был я нищ и убог, но Сын Божий, имеющий безмерное богатство, ради меня стал нищ и несказанно обогатил меня, так что я ни в чем теперь не нуждаюсь и не требую твоего. Я имею сам богатство, здоровье, свободу, и по милости спаса моего у меня много всяких благ». Бесстыдная женщина продолжала прерщать его любодейными словами, «Юноша, если ты будешь мне другом, то многими благами насладишься. Многие будут тебе завидовать, и ты над многими будешь господином». Святой Михаил отвечал, «Я люблю владыку моего Христа, возлюбившего меня и предавшего за меня свою жизнь, и хочу любить его всей душою. Друзья мои, чины небесных ангелов и литер всех святых, проводивших на земле равное ангельское житие, они блистают несказанною красотой и благолепием, и я не хочу иметь общение с тобою». Тогда царица Свяида начала грозить ему, «Если ты не исполнишь моего желания, то я предам на муки твое тело и велю покрыть его ранами». Инок отвечал, «Я стараюсь исполнять волю моего Господа, твоей же воле ни в каком случае не стану повиноваться. Если же ты предашь мое тело мучениям и пытки, то этим только исходотайствуешь вечное блаженство для души моей. Знай, что ни обещаниями ты не заставишь меня исполнить твое желание, ни мучениями не запугаешь». Царица сказала, «Окаянный, скольких благ ты лишаешь себя, почему ты не исполняешь моего желания? Разве я не красива? Разве я не мила тебе и не возбуждаешь тебе страсти?» Преподобный отвечал, «Ты не только некрасива, но чрезвычайно противна, безобразна и гнусна. Ты достойна не любви, а ненависти». Тогда нечестивая царица, исполнившись чрезвычайной яростью, повелела растянуть на земле целомудренного инока и бить его без пощады палками. Долго она мучила его, а потом послала в узах царю с таким письмом, «Этот мерзкий монах осмелился уничижать меня грубою бранью. Если ты оставишь его в живых, то увидишь меня мертвую». Царь, прочитав ее письмо, решил исполнить ее желание, чтобы не огорчать ее, но сначала сам захотел увидеть инока и приказал привести его к себе. Когда преподобного привели к царю, он не захотел преклониться пред ним, как бывало в обычае, при представлении царю и вельможам, но стоял прямо, мужественно, выставляя на вид свою внутреннюю доблесть и неповиновение врагам. Царь же с яростью, глядя на него, сказал, «Горделивый монах, что ты имеешь сказать по поводу совершенного тобой совершенной дерзости? Но я думаю, что тебе и сказать нечего». Царь, простотерпец, отвечал, «Царю прежде всего нужно иметь три добродетели – страх Божий, правосудие и милостивое долготерпение к виновным». Услышав такие слова, царь успокоился. И, повелев развязать, Михаила спросил его, откуда он. Он же сказал, «Родом я из города Эдесса, а теперь я и на клавры святого Саввы». Когда же царь спросил о преступлении, в каком его обвиняли, то святой сказал, «На мне исполнилась известная притча. Некто случайно наткнулся на змея Василиска, который одним взглядом умершляет людей. Убегая от него, он встретился со львом, и ему лучше казалось остаться со львом, чем с ядовитым змеем Василиском, умершляющим одними глазами». Царь понял смысл притчи и его невиновность. Юноша понравился ему и своей красотою, и своим благоразумием, и он захотел уговорить его оставить христианскую веру и обратить в свою. У него был один еврей, ученый и красноречивый, которого он позвал к себе, и при котором он начал говорить иноку следующие слова, «Я жалею тебя и сижу твою юность, видя твой разум. Послушайся же моего совета или даже приказания, отступи от христового учения, откажись от христианской веры и присоединись к моей. Тогда ты будешь мне вместо сына, я поставлю тебя выше всех князей и властителей, и сделаю тебя управляющим всем моим имением». Преподобный Михаил, возведя очи к небу и вздохнув из глубины сердца, сказал, «Да не будет того, о Христос, царь мой, чтобы я отступил от тебя, Бога моего, хотя бы мне пришлось претерпеть многочисленные муки». Адрамелеху же он сказал, «Царь, я раб отца и сына и святого духа единого нераздельного божества. Так я исповедую и от своего исповедания не отступлю, но всегда пребуду в нем». Царь сказал ему, «Что же, тебе, значит, нравится оставаться в том ничтожном звании, в каком ты находишься». Святой отвечал, «Эта иноческая одежда украшает меня гораздо больше, чем тебя, твои царские одеяния». Царь сказал, «Я хорошо изучил свои книги, прочитал также и ваше христианское писание, которое вы называете Евангелием, но ни там, ни здесь я не нашел заповеди, которые бы повелевали гнушаться брака и мяса». Святой отвечал, «Жизнь христианская имеет два вида, жизнь иноков и мирян. Мирянам благословляется вступать в брак и вкушать мясо. В этом для них нет греха, если только они свято будут соблюдать другие христовые заповеди. Но нам, отрехшимся от мира и обещавшимся пребывать в девстве, не подобает вступать в брак, ибо учитель лезычников апостол Павел сказал, «Не оженившийся заботится о Господнем, как угодить Господу, а оженившийся заботится о мирском, как угодить жене». И все, вступающий в супружество хорошо делает, а не вступающий в супружество лучше творит. Итак, мы, желая угодить единому Господу, нашему Иисусу Христу, избрали лучший путь жизни – безбратья. Мы не вкушаем и мясо, но не потому, что считаем его скверняющим, а ради воздержания. Павел говорит, «Ибо царствие Божие не пищи и питье, но правда и мир и другие добрые дела, как и пост со святостью». Царь сказал, «Павел обманул вас». Но святой отвечал, не обманул, но освободил от заблуждений, указав путь к тем благам, которых ока не видела и уха не слышала, и на сердце человеку не приходило, что приготовил Бог любящим его. «Если же ты, царь, действительно хочешь узнать обманщика и притечу Антихриста, то такой обманщик Магомед, который ввел в заблуждение все племя Сарасынское и даже на Персии излил яд своего нечестия». Еврей, застоявший близ царя, сказал святому Михаилу, «А ваш Павел разве был не еврей?» Святой отвечал, «Хотя он был и еврей, но по Господним повелению он отменил тень Ветхого Завета и благовестил истинную благодать, о которой предсказывали в Ветхом Завете пророки». Еврей сказал, «Как ты мог научиться у Павла, которого ты и не видал вовсе? Научись лучше у меня, ведь ты меня видишь и слышишь». Михаил сказал, «Если ты станешь учить, как и он, то я послушаю тебя. Если же ты вводишь противное его учение, то я бегу от тебя, как от змея». Ибо Павел сказал, «Если кто вам благовестует не то, что вы приняли, да будет анафема». Царь сказал, «Почему вы не хотите признавать пророка Магомета? Разве он не о Боге проповедовал сарацинам, арабам и перстам? Не сокрушал ли он идолу и не учил ли добродетельной жизни?» Святой отвечал, «Если кто-нибудь выведет человека из темницы и заключит его в другую мрачную темницу, то разве он этим сделает тому человеку благодеяние? Не обманул ли он его, переводя из одной тьмы в другую? Так с вами поступил и ваш Магомет. Мы же знаем, что к свету ведет только один истинный верный путь. Я говорю о правой вере в отца и сына и святого духа, Бога, единого в трех лицах». Царь сказал, «Ты считаешь себя разумным и красноречивым, но ведь нас двое, а ты один, и победа, конечно, останется за нами». Святой отвечал, «Вас не двое, а трое, и все вы будете побеждены одним по силе Христовой». Царь спросил, «Мы беседуем с тобой двое, я и еврей, как же ты двоих называешь тремя, кто у нас третий?» Святой отвечал, «Посреди вас невидимо находится ваш учитель, дьявол». Царь разгневался на такие слова, но все-таки сдерживал свою ярость, надеясь словами победить воина Христова, и сказал ему, «Брось свое многословие и покорись мне. Исповедуй, что Магомет пророк и посланник Божий, и ты будешь мне вместо сына, и получишь возможность наслаждаться разными удовольствиями». Святой сказал, «Признаешь ли ты, царь, Бога и Божие Слово?» Царь отвечал, «Да, признаю». Святой сказал еврею, «Признаешь ли ты, что Словом Господнем небеса сотворены и Духом уст его и вся сила их?» Еврей отвечал, «Да, это так». Тогда, исполнившись Духа Христова, проповедник Христов сказал им, «Вот вы сами свидетельствуете об истине, хотя и не веруете, как следовало бы. Я же ни в коем случае не стану слушать ложных учений, но останусь при том, что сказал, «Магомед не пророк и не посланник Божий, а обманщик, лжец и предтеча Антихриста. Ты же, еврей, твердо знай, что Христос уже пришел в мир через непорочное рождение от причистой девы, и потому тебе уже нечего ожидать рождения его по плоти. Тот, за кого ты ждешь, будет мерзкий Антихрист, который смутит всю Вселенную, а Магомед – обманщик, предтеча этого Антихриста. Присутствовав при этом споре персы и сарацыны, приходили в ярость от речи святого, а христиане радовались, говоря друг другу, «По благодати Христовой и нас победил». Царь, заразгневавшись на еврея, сказал ему, «Напрасно я взял тебя в помощники себе, я никакой помощи от тебя не получил». Он прогнал его от себя, сказавши, «Я и один одолею монаха и обращу его на свою сторону». А святой Михаил в полной радости сказал, «Вот уже один силуя Христа моего побежден и бежал со стыдом. Осталось еще двое, но скоро и они будут побеждены, ибо мой заступник непреоборим и непобедим». После этого царь сказал страстотерпцу, «Одно из двух остается тебе, монаха, или подчиниться мне и принять нашу веру, или же умереть во свете лес страшной смертью». Святой сказал, «Царь, прошу у тебя чего-нибудь из трех, или отпусти меня к моему старцу, или отошли меня ко Христу моему, поразив меня какой-либо хочешь смертью, или стань христианином и будь вообще не с нами». Царь, не будучи в силах выносить таких верновенных речей, чрезвычайно разгневался и повелел поставить мученика на горячий уголь ябосными ногами. Старь терпится, однако, стоял недвижимо на горячих уголях, никем не поддерживаемый, мужественно перенося жар огня из-за любви ко Христу и даже воспевая псалмы Давидовы. Долго стоял он в таком положении, и, наконец, царь приказал снять его с угольев и подать ему чашу с ядом. Мученик взял чашу, прочитал символ веры, веру его единого Бога до конца, а оградил себя крестным знамением и выпил яд без всякого для себя вреда. Царь пришел в удивление и велел привезти из темницы одного из осужденных на смерть преступников и дать ему такого же яду. Когда преступник выпил чашу с ядом, то со страшным криком тот чаш же испустил дух, и тело его тот чаш же разложилось, тогда как святой Михаил оставался цел и невредим. Тогда все бывшие там христиане исполнились великой радости и единогласно прославляли Бога. Сарацины же, чувствуя глубокий стыд и считая все происшедшее поруганием над своей верою, кричали царю, чтобы он или умертвил того монаха, или же отдал приказ об истреблении всех христиан. Царь из угождения сарацинам приказал вывести мученика за город и мечом отрубить ему голову. И выведен был мученик на смерть, а толпы сарацин и христиан последовали за ним до места казни. Пришедший на означенное место, мученик стал лицом к востоку и, воздвигший очи и руки к небу, молился так. Владыка Вседержитель, Вышний, безначальный, пресносущный, Создатель всякой твари, Царь царствующих и Господь господствующих. Благодарю Тебя за то, что Ты сподобил меня окончить подвиг, и ныне я умоляю Твою благость, пусть не прикоснется ко мне рука дьявола, и пусть не звернет он меня в глубину погибели, но через святых Твоих ангелов возьми мою душу и введи меня в обители успокоения. Тебя, Господи, я возлюбил, и Тебя пою и величаю Отца и Сына и Святого Духа, единое Божество и Царство, ибо Тебе принадлежит слава вовеки. Аминь. Помолясь так и простившись с верующими, он преклонил подмечь свою голову и скончался, будучи усечен мечом. В начале восьмого века христиане же восстылали славу Богу, подкрепившему своего мученика. Иноки, обитавшие в монастырской гостинице святого Саввы в Иерусалиме, хотели взять тело мученика и отнести его в лавру. Но христиане, жившие в Иерусалиме, воспротивились этому, говоря, здесь он страдал, здесь его нужно и положить, чтобы тело его было в святыне и сообщало благословение верующим. Иноки же наоборот говорили, что он получил воспитание в пустыне, что он чадо преподобного отца Саввы и что его не следует хоронить где-нибудь, кроме лавры. Долго они спорили между собой, и о споре их весь зашла до самого царя, который присудил, чтобы тело мученика было взято иноками, которые после этого взяли оное и принесли в гостиницу. В тот же день преподобный Феодор имел откровение о святом Михаиле и пришедший в церковь сказал Авве и братьям, ныне брат наш Михаил совершил в городе мученический подвиг. Авва точно спасал братья, чтобы перенести с почестями в лавру тело мученика. Они пошли и принесли его оттуда ночью, чтобы сарацыны не нанесли так какого оскорбления телу мученика. Господь заявил чудо над мощами своего раба. С неба сошел огненный столб и шествовал впереди несших тело мученика, осеевая их. Некоторые из граждан, которые в ту ночь не спали, также видели, как столб шел по направлению к лавре и освещал ту местность. Преподобный Феодор вышел навстречу мученику, источая обильные слезы, которые вызваны были частью сожалением, частью радостью. Он плакал о святом Михаиле, как об ученике и родственнике своем, и радовался тому, что его любезный сожитель подобился мученического венца. Также Иавва Лаврский со всею братьей вышел навстречу со свечами и кадилами, воспевая песнопение в честь мучеников. Так внесли они тело святого Михаила в церковь. В то время в лавре был один больной инок по имени Георгий, который три года лежал в болезни и которого преподобный Михаил часто навещал. Этот расслабленный услышал о контине Михаила и стал просить братью и шедшую из церковь, чтобы и его снесли туда же, дабы он мог увидеть мученика, бывшего для него любимым братом. Но никто не обращал внимания на него и все проходили мимо. Тогда больной от сильного огорчения прослезился и сказал «Брат Михаил, если ты обрел благодать у Бога и получил дерзновение ходатайства перед Христом, то вспомни и обо мне, твоем друге, и спроси для меня расслабленного силу, дабы я мог прийти и увидеть тебя и воздать тебе целование о Господе». Только что он сказал это, как тот сейчас же внезапно почувствовал себя крепким, и тот, кто не мог повернуться лёжа на лёжа на ладре, стал садра здоровым. Он пришел в церковь, припал к телу мученика и лобызал его со слезами, говоря «Поистине, любезный брат мой, ты имеешь великое дерзновение перед Христом, поистине совершенную любовь явил ты мне, страдальцу, ты и при жизни своей много послужил мне, недостойному, и отойдя ко Христу, вдруг даровал мне неожиданное здравие». Братья же, воспевшие обычные погребальные песнопения, положили мученика в гробницы святых отцов, прежде пострадавших. Так окончил свою жизнь святой преподобно-мученик Михаил. Девятый день месяца июля. Он являлся потом часто преподобному Феодору в ночных видениях, украшенным мученическим одеянием и венцом и озаряемым неизреченным светом. Он говорил, «Не скорби обо мне очи, ибо я получил милость от Христа Бога моего, от которого и тебе приготовлено воздаяние за преподанные тобой мне наставления». Здесь кончается речь о святом мученике Михаиле. «И мы обращаемся снова к житию преподобного Феодора, устрояющий все на пользу Господь, не восхотел более скрывать под спудом пребывания в пустыне такого светильника, какого блаженный Феодор, который мог своей добродетельной жизнью принести пользу многим и как свет светить миру. Поэтому он поставил ее на высокое архиерейское служение». Во святую Великую Четыридесятницу в Иерусалим прибыл святейший патриарх антиокийский для поклонения животворящему гробу Христову и по делам своей церкви. В это время, когда в Иерусалиме было два патриарха, кроме них еще много епископов из Иерусалимской и Антиайхийской епархий, из города Эдессы, пришли в Иерусалим некоторые уважаемые представители духовенства и мирян, протя епископа для города Эдессы, так как тамошний епископ скончался. В начале отыскил человека, который был достоин того сана и престола, и святейший патриарх иерусалимский, будучи руководим Духом Божиим, вспомнил о блаженном Феодоре и сказал, «Никто, по моему мнению, не ведает такой равноангельской жизни, не ведет, и в то же время не сподобен так к управлению церковными делами, как дивный в молчальниках Феодор и на клавры преподобного Саввы». Палестинские отцы вполне согласились с таким отзывом патриарха о святом Феодоре, ибо все в Палестине хорошо знали о подвижнической жизни Феодора. Весь собор возрадовался и тотчас патриархи послали за Феодором и нарекли его воепископа, хотя он с плачем отказывался от этого сана. Они повелели ему пройти обычной церковной степени и принять посвящение во Иерее. Возрадовались и посланцы из Эдс об избранном для них епископе, так как слышали о его богоугодном житии и знали, что он уроженец их города. Когда наступил великий четверток, день Тайной Вечери Христовой, ибо патриархи служили со множеством епископов и при этом хиротонесали преподобного Феодорова епископы. Во время же посвящения совершилось великое чудо на виду у всех. Голубь цветом белее снега стал парить к верху церкви и потом сошел на главу поставляемого епископа. Видевшие это патриархи, епископы и священники дивились и прославляли Бога и говорили «Поистине этот муж достоин святительского сана». По совершению же посвящения преподобный Феодор весь стоял благодатью как ангел Божий и весь внешний вид его являл в нем совершеннейшего богоносца. Святую же и Великую Субботу, а также и в пресветлый праздник воскресения Христова он служил вместе с обоими патриархами в понедельник же Светлой Седмицы. Он отправился в Лавру прощаться со святыми отцами. Те и радовались и плакали. Радовались тому, что брат их сподобился святительского сана, плакали о том, что лишаются ближайшего общения с таким великим отцом. Плакал многое святой Феодор, покидая своих любезных друзей, свою отшельническую келью и желанное для него безмолвие и, простившись со всеми, возвратился во святой город, проливая слезы. Потом, после Фоминой недели, по просьбе эдессиан, он отправился немедля более в Эдессу. С ним был и Василий, писатель его жития, приходившийся ему племянником по сестре. Когда они достигли реки Ефрата и расположились на ночлег в палатках, поставленных на берегу, преподобный, сожалея о том, что должен был покинуть святой город, и святую Лавру произнес слова псалмопевца. На реках Вавилонских там мы сидели и плакали, когда вспоминали о тебе, Сион. С этими словами он прослезился и задумал бежать, но эдессиане, понявшие его намерение, поставили стражей, чтобы не лишиться своего пастыря. И в ту ночь преподобному было видение. Некто явился ему и сказал, не уподобляйся ленивому рабу, который скрыл с земли, данный ему от Господа талант, но уподобляйся рабу, приявшему пять талантов и приобретшему десять, за что он и получил власть на десятью городами, не отказываясь носить возложенные на тебя игл Христово. После этого видения Святой Чудов сказал, да будет воля Господня. И отправился с хедостянами, решив более не оставлять своего нового служения, и уже не печалясь о выпавшем ему жребии. Когда они приближались к Эдессе, то весь город вышел навстречу нового архиерея, и православные с изреченной радостью приняли его. Возрадовался духом и Святой Феодор, увидев здание соборной церкви в Эдессе по величине и красоте, немногим ради уступавшей Иерусалимской церкви воскресения Христова. Благословив всех, он припал к честной раке святых мучеников Гурия, Самона и Авива и прослезился. Таким образом, святитель Христов принял престол свой, в то время в греческой империи царствовал Михаил с матери своей Феодорою и стал усердно пасти врученный ему Богом пасху и словом и делом, с одной стороны питая ее богодухновенными учениями, с другой наставляя на путь спасения примером своей добродетельной жизни. А так как в том городе было немало ересей, и Несториевая, и Северова, и Истихиевая, и Манифейская, то он печалился об этом и немало трудов положил на борьбу с еретиками, видев нехищных зверей. И в православных святитель Христов возбуждала ревность и в еретиках досаду. Православные радовались тому, что у них был такой богомудрый пастырь и учитель, а еретики горевали и замышляли против него зло. Но он был тверд, как адамант, и никакие нападения не могли лишить его мужества. Ему горько было смотреть на грешников, оставлявших истинную веру, но с другой стороны он радовался при виде мужей-добродетельных и утвержденных в благочестии, и любил часто, дружески беседовать с ними наедине. Север, патриарх антиокийский, 512-518 годы, родоначальник ереси северианской. Северианство представляет собой видоизмененную монофизитскую ересь. Северяне, хотя и признавали, подобно еретикам монофизитам, только одну природу, в Иисусе Христе, божескую, но допускали в ней различия свойств божеских и человеческих. Так они утверждали, что плоть Христова до воскресения была тленной подобно нашей. В то время близая до эстеки около монастыря святого великомученика Георгия, в котором проводили постническую жизнь инакине, жил уважаемый семистолкник по имени Феодосий, муж высокой жизни, престарелый, ему было уже более ста лет, имевший от Бога особый дар прозорливости. Преподобный епископ Феодор часто посещал его и, беседуя с ним, как с искренним другом, находил в нем утешение. Столкник говорил ему, не ослабевай, служитель Господа, в трудах своих, и пусть не кажется тебе тяжким игорь Господня. Все для тебя окончится благополучно. Если многие зередиков будут замышлять злое против тебя, то они будут иметь успехов в своих намерениях. Господь раскроет их планы, и они будут побеждены, посрамлены и изгнаны из дворов церковных. Эти слова Столкника исполнились в свое время, как будет сказано впоследствии. Здесь же нужно сказать еще о частых духовных беседах епископа со Столкником, в которых Столкник сообщил много полезного епископу. Однажды он рассказал ему следующее. Был, говорит, Столкник в этом городе много лет тому назад, один человек по имени Адер, благородный и знатный, очень богатый, как в древности праведный ее. Он был ко всем милостив, неоскудно подавал нищим и жертвовал на монашеские обители, и приходил часто ко мне побеседовать о предметах духовных. Он имел супругу и троих детей, и был человек праведный, незлобивый, кроткий, смиренный, молок летами и крепкого здоровья. Один раз он пришел ко мне по своему обычаю, и я увидел, что он очень печален. Я сказал ему, что ты печален, духовное мое чадо. Он же, обливаясь слезами, отвечал, нагим я вышел из всего матери, моей нагим должен отойти в могилу, ничего я из временного богатства и суетной славы не унесу с собой. Давид сказал, сокровище ствует и не знает кому собирает. Тому тот останется и не сойдет с ним слава его. Человек оставляет свое богатство чужим и иначе быть не может. И апостол говорит, ибо проходит образ мира сего. Слышу, как и Христос Спаситель наш восклицает. Кто не отречется от всего своего имения, не может быть моим учеником и еще. Кто не возьмет крест свой и след меня идет, тот не достоин меня. Поэтому очень я хочу все оставить по любви к Богу и жену и детей и имени и жить для одного Господа. Приветствовав меня из небытия в бытие. Ты же дай мне свое отеческое благословение и один хлеб от твоей теле и помолись за меня. И подивился словам его я и сказал ему доброе у тебя я вижу намерение но ты берешь на себя великий подвиг спасется тот кто претерпит до конца поэтому смотри чадо мое как бы тебе напоследок не раскаяться лучше вовсе не давать обета чем давший обет не исполнить его но если ты исполнишь то конечно блажен будешь переменив временное на вечное он сказал да будет воля господня после этого я помолился о нем и давший ему один хлеб отпустил его а он убежавший из мятежного мира как из темницы прибыл в Иерусалим и помолившись у серного гроба Христова и побывав во всех святых местах ушел в лавру святого Сава и принял иноческий чин будучи переименован из Адера в Афанасия он проводил жизнь истинного инока угодил Богу и отошел к нему добродетельная же супруга его по удалению его долгое время оплакивала свое одиночество и нередко при этом обращалась к нему как бы видя его перед собою о господин мой говорила она ты старался о том чтобы спасти душу свою а на меня одну возложил заботу о детях твоих да видит это всевидящий Бог и пусть рассудит между мною и тобою и в некоторое время одной ночью ей предстал сновидение муж ее с просветленным лесом и в белой блестящей одежде и сказал ей перестань плакать и жаловаться на меня вот я беру детей к себе ты же старайся спасти душу свою и мне в том же виде явился этот человек и сказал в монастыре находящемся близ тебя старейшая безмолвница через три дня отойдет ко господу ты устрои туда вместо нее супругу мою чтобы она жила в ее теле постясь и в полном уединении пусть останется при ней младший ребенок пока не возрастет он будет следовать по моим стопам и войдет на апостольский престол в Иерусалиме после этого явления на третий день приставилась в том монастыре старая безмолвница а потом скончалось и двое детей адеровых остался только один самый маленький ребенок который также был болен при смерти мать же огорчасть и лишение мужа и смерти двоих детей видишь что и последнее ее чадо находится при смерти в своей великой печали плакала горько а потом взявши на руки младенца побежала ко мне недостойному на половине пути младенец на руках матери умер и мать не знала что делать в таком печальном положении случайно или лучше сказать по божественному промышлению ее встретила одна блудница и мать то есть расположив к ней на руки мертвого ребенка сама бросилась к ногам ее умоляя ее со слезами чтобы она помолилась за ребенка Богу блудница же приведенная в изумление такой просьбой сказала что она явная грешница повинна во многих преступных и скверных делах и потому не смеет обратиться к Богу с ходатайством и не может даже поднять глаза свои на небо и открыть уста для молитвы мать же как бы лишившаяся ума от печали продолжала обнимая ее ноги просить ее тогда блудница ставшая лицом на восток вздохнула из глубины сердца и ударившая себя в перси обливаясь слезами начала молиться так недостойная я Господи по множеству грехов моих воззреть на высоту небесную и своими скверными устами именовать твое святое имя но подобно древней блуднице плакавшей у ног твоих умоляю твое человеколюбие и злей ныне на нас от твоего благоутробия твое милосердие та грешница просила прощения своих грехов а я не дерзая просить прощения своих бесчисленных беззаконием молю об этом непорочном младенце о чем просит меня с настойчивостью это и я и спаситель всех дар жизнь этому отроку если я женщина с жестким и немилостивым сердцем сожалею о нем насколько более ты по самой природе своей милостивой и человека любивый милосердствуешь о твоем создании о неизреченное благоутробие Божие когда грешница помолилась таким образом ребенок ожил явно грешную женщину помолившуюся сердечным сокрушением и смиренно исповедовавшую грехи свои Бог услышал и по ее молитвам воскресил умершего предвидя ее будущее обращение святую жизнь в будущем мать видя ребенка живым чрезвычайно обрадовалась и воздала хвалу Богу а грешница при виде такого чуда пришла в ужас и не будучи в силах сказать ни одного слова упала миск на землю и спуская струи слез так дивен в делах своих Бог он воскресил ребенка и утешил огорченную мать блудницу расположил к искреннему раскаянию и приготовил себе достойного раба для святительского служения а этот воскресший ребенок стал потом патриархом иерусалимским когда все это совершалось на пути я смотрелся в столб и по божественному откровению увидел яркий свет сошедший с неба и осиявший молящийся грешница умершего ребенка и плачущую мать призвав себе ученика я послал его за обоими теми женщинами и они пришедшие рассказали мне на мои вопросы все в подробности согласно с тем что открыто было мне Господом супруга Жаадерова говорила рассудить честные очи между мной и супругом моим твоим духовным сыном я вышла за него замуж будучи непорочно стала матерью троих детей а он без всякой вины с моей стороны ушел неизвестно куда когда я много времени провела в слезах он однажды явился ко мне во сне будучи одет в светлое одеяние и сказал вот я беру младенцев к себе а ты если хочешь спаси душу свою после этого видения двое детей моих умерли а теперь он хочет взять и последнего и оставить меня умирать от тоски и сожаления если он делает так по твоему повелению то пусть Бог рассудит между вами и мною я же сказал ей дочь не печалься твой сын не умрет но останется жив исподобиться великой славы ты же по совету твоего супруга позаботься о спасении души твоей вот тебе приготовлена уединенная келья и в монастыре близ меня одна богоугодная раба Христоса старившаяся в постничестве скончалась будь ее заместительницей и подражай ее житию на мое предложение женщина тотчас же согласилась а потом и грешница со слезами стала умолять чтобы и ее приняли как кающийся и присислили к святым постницам через некоторое время обе те женщины раздавшие нищим все свои имения вступили в монастырь святых постниц стали усердными инокинями и своими подвигами угодили Богу ребенок же воскресший придя в возраст отправился в Палестину и бывший в лавре святого Савва узнал что там проводил иноческую жизнь его отец он сам послигся здесь в Виноке и спросив себе отцовскую келью долговременными постническими подвигами и искал себе уважения среди палестинских отцов по Божьей изволению он возведен был на патриарше иерусалимский престол в течение семи лет управлял мудро церковью Христовой а потом совершив в непорочности путь свой приставился переселился в вечные обители этот рассказ дивного столпника доставил большое утешение святителю Христову Феодору и он спросил у столпника скажи мне отец духовный сколько времени ты живешь на этом столпе и вообще прошу тебя скажи ничего не скрывая Господа ради все о своей жизни старец же вздохнув из глубины сердца и прослезившись сказал ради имени Господня и поистинной любви скажу я все тебе добрый пастырь словесного стада Христова а ты сохрани втайне это доколе Господь не возьмет меня из этой жизни в одни юности моей я со своим старшим братом Иоанном отрекся от мира три года мы трудились в монастыре а потом в нас пробудилось желание вести уединенную жизнь в пустыне по совету своего духовного отца мы ушли в лежащую около Вавилона пустыню и найдя там две недалеко одна от другой расположенной пещеры стали жить в них воединении каждой своей пещеры пищу пищу нашу составляли зелень и древесные плоды какие можно находить в пустыне а в субботу и воскресенье мы вместе совершали молитвы и пели псалмы вкусивши вместе обычной пустынической пищи мы снова расходились по своим пещерам наедине молясь и размышляя о Боге ходя по пустыне мы также старались не встречаться друг с другом и только ангел Господень часто посещал и утешал нас в нашем уединении однажды когда мы врозь ходили по пустыне собирая растения я увидел вдали своего брата который я вдруг остановился с удивлением а потом немного постоял на месте оградив себя крестным знаменем и перепрыгнул через находившееся перед ним место как через какую-нибудь сеть и быстро убежал в свою пещеру удивился я такому поступку брата и пошел посмотреть что заставило брата обратиться в бегство подойдя к тому месту я увидел большое количество просыпанного золота и сотворивши молитву и снявши мантию я собрал в нее просыпанное золото и едва донес его до пещеры ничего не сказавши об этом брату потом я отправился в город и купил хороший крепкий дом с большими комнатами с источником чистой воды там я устроил церковь и монастырь собрал сорок монахов завел страноприимный дом и больницу для успокоения странников и больных и купил для монастыря довольное количество земли устроив все я нашел мудрого человека которого поставил игуменом того монастыря за покрытие за покрытием всех расходов по устройству монастыря у меня осталось еще две тысячи златниц из которых тысячу я отдал игумену на нужном монастыря а другую тысячу раздал нищим себе не оставишь ни одной златницы потом простясь с игуменом и братьем я вернулся опять в пустыню отыскать брата моего когда я шел в пустыню то в сердце моем явилась горделивая мысль вот брат мой не сумел воспользоваться найденным золотом для доброго дела а я совершил нечто великое и богоугодное размышляя так я приблизился к тому месту где жил брат и горделивый помысл о моем превосходстве перед братом не оставлял меня и вот мне вышел навстречу ангел господень посещавший меня раньше и грозно взглянул на меня сказал гневно зачем ты тщеславишься и превозносишься перед братом своим скажу тебе по правде что весь твой долговременный труд все твои заботы об устройстве монастыря не сравняются с тем что сделал брат твой перепрыгнув через найденную им кучу золота он не через золото перескочил а через большую пропасть которая образовалась между богатым и лазарем перелетел на легких крыльях и лона Авраамова ожидает его он старался угодить богу ты людям поэтому несомненно брат твой выше тебя перед богом и ты ни в каком случае не сравнишься с ним хотя и считаешь себя лучшим чем он за это тщеславие ты не увидишь в течение этой жизни ни его ни меня и тебе придется пролить немало слез для того чтобы умилостивить бога сказавши это ангел скрылся из глаз моих а я поспешил в пещере где жил брат мой но уже не увидел его там я громко плакал до потери сил и вот через семь дней я услышал издали голос ангела говоривший мне тебе нужно идти городу Эдесси и там в лес церкви святого Георгия войти на столб и пребывать в покаянии пока Господь не смело истрица над тобою и так я пошел с плачем из пустыни и придя сюда вошел на этот столб здесь я пробыл сорок девять лет борясь с различными помыслами окружавшего меня подобно мрачному облаку и безутешная скорбь наполняла мое сердце на пятидесятом году в одну из суббот поздним вечером я почувствовал в своем внутреннем существе в какое-то сладкое просветление в котором вместе рассеялось мрачное облако тяготивших меня помыслов всю ту ночь я провел без сна воссылаясь сердечным умилением молитвы Богу и орошая лицо свое слезами утешения когда настало воскресенье и я пел обычные псалмы третьего часа внезапно явился передо мной святой ангел и сказал мир тебе и спасение я же утешенный этим видением пал на землю и сказал со слезами зачем ты отверг меня от лица твоего и разлучил меня с братом моим вот я теперь подвергаюсь многим искушениям ангел взял меня за руку поднял меня и сказал мне из-за гордости твоей с какой ты уничижил в мыслях своих своего брата я скрылся от очей твоих но не вовсе оставил тебя а невидимо пребывал с тобой сохраняя тебя как то повелел мне Бог теперь же за смирение твое Господь помянул тебя и послал меня чтобы я открыто для тебя был с тобой и в этой и в будущей жизни тебе дается теперь от Господа благодатный дар прозорливства чтобы узнавать людей праведных и грешных чтобы о праведниках радоваться а о грешных молиться дабы они обратились от греховной жизни к покаянию и брат твой жив и все время молится за тебя Господу но увидишь ты его только в будущей жизни вот и все что я мог сказать тебе архиерей Божий о своей жизни святой Сеодор тогда спросил его как он узнает праведников и грешников столпник отвечал если мимо этого места проходит человек праведный и богобоязненный то я вижу сияющую над ним благодать Божию около него по обеим сторонам шествуют святые пресветлые ангелы а вдали идут несмеющие приблизиться к нему бесы если же мимо меня идет грешник то вижу кругом него полчища ликующих бесов а вдали шествует ангел святой плача о погибели грешника когда 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 бесы захотят окончательно погубить того человека ангел с огненным оружием в руках прогоняет их такими душеполезными беседами преподобного столпника святой Феодор много утешался благодаря Бога за то что ему случилось найти среди своих посомых такого человека богодухновенного угодника Господня и прозорливого отца с тех пор он часто посещал его и вел с ним духовные беседы так мудро святой Феодор пас Христова стада стараясь уничтожить умножившиеся ереси еретики же исполнялись ярости и начали явно покушать на святого пастыря вознамерились они целую вооруженную толпу и ворвать от церков во время богослужения убить пастыря и разогнать овец но это не удалось им и на них исполнилось слово писания помыслишь и советы их же не возмогут составить и всякий раз как только они приближались к церкви сила Божия мешала им войти у них то оцепеневали руки то пламени огненные вырывавшиеся вдруг навстречу им из церкви отгоняло их недоумевали они долго что предпринять но потом решили действовать иначе они возбудили против церкви Божия и против святителя правителей той области Агарян Эдеса находилась под владычеством Сарасын давшие им большие подарки и с их разрешения при их содействии отняли у церкви много имений селений нилы сады и все прочее откуда получали средства жизни дом архиерея церковный притч они и главным образом богатые манифеи творили многие обид и насилий и прочим православным христианам приходилось святителю Феодору идти в Вавилон к царю Сарацинскому по имени Мавии преемнику Адрамелеха жаловаться ему на причиняемые церкви обиды и просить о прекращении этих обид и о справедливом расследовании всего дела сначала святой Феодор отправился за советом к преподобному Столпнику Столпник одобрил его намерение и предсказал ему все что должно случиться с ним он сказал что святитель успешно исполнит поставленную им для себя задачу и что не только получит удовлетворение всех нужд церковных но что и самого царя обратит к Христовой вере советовал ему Столпник поискать и брата его Иоанна который должен был находиться где-нибудь повыше Вавилона в пустыне и написал даже брату письмо святитель же попрощавшись со Столпником возвратился в Пископе и через несколько дней приготовился к путешествию и помоляясь Богу о стадии своем и о себе он пошел в намеченный им для себя путь достигший Вавилона святой Феодор пришел в христианскую церковь и явился к тогдашнему митрополиту который с радостью принял святого Феодора и дал ему у себя помещение когда же он стал расспрашивать Феодора о цели его путешествия то Феодор с подробностью рассказал ему о всех нападках еретиков на церковь о расхищении церковных имуществ и о страданиях православных людей в то время у митрополита случайно находились двое придворных из коих один был начальник над царскими писами а другой начальник над врачами оба они были православные христиане слыша рассказ епископа они от глубины сердца соболезнули ему тогда митрополит сказал тем придворным чтобы они напомнили царю о прибытии епископа из Эдессы но те отвечали теперь не время царь тяжко болен зрение его от болезни притупилось и на глазах у него болячки кроме того у него воспалена печень а это по нашему мнению болезнь неизлечимая разве можно теперь обращаться к нему с каким-нибудь делом и тот же Феодор сказал им как знать господа мои может быть ради моего смирения господь исцелит его они отвечали ему если ты искусен во врачевании или имеешь от бога благодать исцелений то это время как раз подходящее для того чтобы получить тебе благоприятное для тебя обрешение утром начальник врачей явившись к царю чтобы оказать ему обычную врачебную помощь сказал ему что прибывший из Эдессы епископ весьма успешно врачу из болезни царь тот же приказал призвать его и епископ пошел к царю молясь и воспевая в сердце своем псалом Давида живые в помощи вышнего при входе святого Феодора в царскую спальню больной царь едва слышным голосом сказал епископ если можешь то помоги мне я ужасно страдаю и уже приближаюсь к смерти святитель же Христов возведший очи сердца своего к Богу и с твердой верой призвав на помощь владыку Христа скорого врача повелел принести чистый сосуд и чистой воды имея с собой немного земли от животворящего гроба Христова он растворил эту землю в воде и часть этой воды велел царю выпить а остатком помазал ему голову чело веки глаза сердце и плечи после этого он попросил чтобы царю дали спокойно заснуть а сам удалился в гостиницу больной царь крепко заснул и во время сна у него прошла всякая болезнь и он был по благодати Христовой по молитвам святого Феодора епископа возвращен от врат смертных пробудившись царь почувствовал себя совершенно здоровым и глаза его глядели ясно он весьма делился такому быстрому и неожиданному полному исцелению и в радости приказал тот час позвать к себе этого искусного врачевания святого епископа и долго его благодарил и восхвалял святой повелел царю принять пищу и царь ел и пил как совершенно здоровый человек на другой день утром царь созвал всех своих высших вельмож и севши на высоком престоле показал всем ясно что он выздоровел все радовались исцелению царя и царь устроил в тот день большой пир всем вельможам градоначальникам войску и всему народу началось веселое пиршество а царь святому епископу Феодору воздал почести перед лицом всего собрания одарил его великими дарами и называл его светом очей своих на третий же день царь призвавший его к себе причем святому Феодору были оказаны особые почести сказал человек Божий свет очей моих скажи мне по какой причине ты пришел сюда все что ты потребуешь от меня я исполню тогда святитель Христов начал во всех подробностях рассказывать царю о всех обидах чинимых святой церкви православным христианам о грабеже церковных имений о притеснениях и нападках всякого рода и царь после этого приказал немедленно написать к правителям Киликии Сирии и Месопотами чтобы они поспешили возвратить эдерской церкви все ее владения и за обиды причиненные христианам привлечь виновных к суду далее царь повелевал чтобы еретики присоединились к соборной церкви если же они не захотят исполнить этого предписания то велел манихеям отрезывать языки амистариан севериан и стихиан выгнать из города вместе же собрания их места разорить когда это царское повеление было записано царь сказал святому ты отче останься здесь на некоторое время с нами а я пошлю воеводу с моим указом чтобы он исполнил его в точности пошли с ним кого-нибудь из своих учеников и больше ни о чем не забудьте все будет исполнено по твоему желанию и так от царя был пост воевода а от епископа три клирика и вскоре из Эдессы пришло извещение что все там приведено в порядок многие из веретников испугавшись царских угроз присоединились к православной церкви другие продолжавшие упор в своем нечести подверглись телесным наказанием или же были изгнаны пребывая в Вавилоне святой епископ Феодор часто был приглашаем к царю как врач и при этом сеял понемногу семена учения Христова семена эти падали на добрую почву царского сердца и царь отчасти уже начал просвещаться светом истинного познания потом святитель спросил у царя позволения отправиться на краткое время в пустыню чтобы найти указанного ему столбником пустыножителя когда позволение было дано он пошел с двумя своими учениками ударившись из города примерно на 100 поприщ при помощи Божией нашел преподобного Иоанна брата столбника в пустыне в едва доступной темной пещере преподобный сам вышел навстречу епископу и звал по имени святителей и учеников его сотворивши молитвы и приветствов друг друга они сели и вступили в духовную беседу преподобный Иоанн очень походил на своего брата столбника Феодосия он просил святителя чтобы тот совершил в его пещере божественную литургию и причастил его при чистых тайн тела и крови христовой и епископ исполнил его желание совершил литургию и причастил его по принятию святого причастия пустынник весь исполнился духовной радостью и предложил гостям пустынную трапезу которая показалась им необычно вкусную вкуснейшие они возблагодарили Бога и опять занялись духовной беседой старец сказал епископу отче где то письмо какое написал мне мой брат столбник епископ удивляясь прозорливости старца сказал ему кто сообщил тебе ава что у меня есть письмо к тебе от твоего брата преподобный старец отвечал в тот самый час когда письмо было написано оно было прочтено мне и тот час же на обратной стороне письма был дан от меня брату ответ епископ вынул из сумки письмо в запечатанном виде и хотел отдать его пустыннику но тот просил епископа распечатать письмо и прочитать когда епископ исполнил его желание то нашел на обратной стороне письма следующие слова Иоанн последний среди иноков из пещер вавилонских Теодосию столбнику Сирии родному брату моему желает радовать тебя Господи прочитал я письмо твое в то время как оно было написано и тогда же написал тебе ответ ибо если мы далеки друг от друга телесно то душа моя неотступно пребывает с тобою и то что открывает тебе Бог известно и мне все написанное тобою о святом епископе приходит в исполнение при содействии божественного промысла святая церковь укрепляется еретики посрамляются и будут изгнаны неверный царь вместе с просветлением мочей телесных получает просветление и очей духовных будь здрава Господи брат и моли обо мне владыку Христа чтобы мы в будущей жизни увидели друг друга и пребывали неразлучно вместе прочитавши с удивлением такой чудесный ответ епископ вспомнил о пророке Аввакуме который был взят ангелом из Иудеи в Вавилон к Даниилу и снова в тот же час возвращен был в Иудею и сказал сам себе всемогущий Бог сотворивший в древности такое чудо смог и теперь сотворить подобное он дивен во святых своих святой епископ пробыл у преподобного пустыника день и ночь а наутро по совершению молитвы простился с ним и возвратился в Вавилон к царю царь сказал ему хотелось бы мне любезнейший отец никогда не расставаться с тобой ни в этой жизни ни в будущей так тесно соединилась моя душа союзом любви с тобою епископ отвечал я вижу что двери между мной и тобой открыты мне не нужно выходить вон а тебе ко мне нет надобности входить когда же двери затворятся мы разлучимся друг с другом и об этом я весьма скорблю душой царь же сказал что такое эти двери и что значит их закрытие прошу тебя скажи мне чтобы я мог это понять тогда святитель вынув из запазов и святой Евангелия сказал царь вот дверь ведущая ко спасению и к неразлучному пребыванию с Богом и святыми его и начал читать ему во внутренних покоях святой Евангелии столковая его на понятном царю наречии царь же со вниманием слушая умилялся сердцем и возгорался любовью ко Христу в это время при нем было той которой вернейший слуг родом из Аравии который также с умилением слушали святой Евангелии чтение которого епископ продолжал до самого вечера наутро же царь освободившись от дел снова призвал к себе святителя как бы для того чтобы спросить у него совета как у врача а на самом деле для того чтобы воспользоваться через него врачевством для души своей и и снова святой святой внимательно слушал повествование Евангелия и поучения спасителя и уверовал потом во Христа и сам и его три служителя святитель сказал им чтобы они готовились к принятию святого крещения он назначил им некоторый срок для поста и научил их молиться Богу написавший им на их языке три святое отче наши другие молитвы а также символ веры веру его единого Бога все это делалось тайно чтобы не узнали сарацин которых царь опасался епископ каждый день посещал царя как врач и наедине учил царя а потом и трех его служителей таинством святой веры через некоторое время он тайно окрестил царя и его трех служителей и нарек царю имя Иоанн он совершил царское посевальное святую литургию причастил новокрещенных божественных тайн тела и крови Христовых и все они вместе возрадовались великой радостью радовались об обращении грешников и святые ангелы и во внутренних царских покоях ликование совершалось при невидимом участии небесных сил но просвещенный царь Иоанн по любви к искупителю рода человеческого Иисусу Христу пострадавшему на кресте очень желал иметь частицу древа честного и животворящего креста Господня на коем был пригвозен Господь наш но так как крестное дерево в то время находилось не в Иерусалиме а перенесено было греческими царями в царьград то святителю Христову Феодору пришлось отправиться в царьград царским письмом которое гласило следующее при высокому и благочестивому самодерству греческого царства царю Михаилу с благочестивой и богомудрой матерью Феодорою Иоанн царь Сарасынский желает радоваться о Господе благодарю приблагого Бога избавившего меня от заблуждения и давшего познать истину святого Евангелия и исповедовать веру христианскую и прошу ваше царское благочестие даровать отмечать от животворящего честного древа крестного на коем распялся Христос мой хочу иметь он и при себе как защитника своего таким письмом и большими дарами царь Сарасынский послал к царю греческому святого епископа Феодора который прибывший в Старград и отдавший царю письмо с дарами был с почестями принят царем и святейшим патриархом скучилось в то время матери царя Феодоре заболеть глазами на которых стали означать все бельмы помрачавшие зрение и вот святитель Христов взявший земли от гроба Господни смешал ее с чистой водой помазал ее очи и исцелил ее да и ни одной царице а и другим недужим он нередко подавал исцеление царя приказал сделать золотой ящичек украшен драгоценными камнями и жемчугом и вложил в него чести существного древа животворящего креста Господня при этом он написал царю Сарасынскому следующее Михаил благочестно верующего Христа Бога самодержес над всеми грехами и Анну возлюбленному нашей кротости царю Сарасынскому желает радовать тебя Господи получили мы твое письмо исполненное всякого благочестия и весьма возрадовались и возблагодарили Бога изведшего тебя из тьмы в чудный свой свет и призвавшего к наследованию вечной жизни и бесконечного царства вот ты стал сыном Авраама а не Измаила чадом Сары а не Агария мы восхваляем твою мудрость потому что ты познал истинного царя пребываешь до конца в вере Христовой и заповедях Спасителя нашего просьбу же твою исполняем с радостью да будет тебе честное древо животворящего креста Господнюю защитой от всех видимых и невидимых врагов и блаженную надеждую на будущую жизнь вручил это письмо к Сарасынскому царю святому Феодору епископу Эдесскому с частицей животворящего крестного древа и кроме того еще икону спасителей наградил святителя дарами греческий царь отпустил его с миром по дороге Вавилон святитель зашел в свой стольный город Эдессу и даровал большое утешение своему духовному стаду а также посетил и дорогого его сердцу столбника преподобного Феодосия немного времени пробыл в Эдессе он отправился в Вавилон исцеляя повсюду на пути разные болезни то возложением животворящего крестного древа и земли от гроба Господня то своими святыми молитвами когда же он пришел к царю Иоанну то царь принял его с величайшей радостью поклонился до земли крестному древу и иконе спасителя облобызал их со слезами радости и поставил в своей опочивальне устроив перед этой святыней неугасимую лампаду своими собственными руками письмо же греческого царя он прочитал с великою любовью святой Феодос пребывал в Вавилоне творил много исцелений прогонял неизвечайно радовались сарацами же евреи истаивали от великой зависти среди последних было имя еврея начальник над еврейским обществом и законов учитель он внушил вельможам персидским и сарасынским чтобы они предложили царю издать повеление о назначении открытого премии о вере между христианами и евреями царь зная что рабы Христова побеждены не будут согласился с их предложением назначен был день для премия и собралось великое множество персов сарацин евреев и христиан а потом со всем своим советом явился на собрание и сам царь когда царь сел на высоком месте еврейский законов учитель выступил как представитель всех евреев один против христианских учителей и святителей митрополита Вавилонского и пископа Эдесского так был красноречив тот еврей и так гордился он своим знанием но когда он начал говорить не о писании а вымышлял разные нелепости и хулы на Христа нашего Господа то святой Феодор исполнившись божественной ревности и дал знак рукой к молчанию сказал еврею если бы ты что из закона Моисеева или из других святых пророков предложил нашему вниманию то мы стали бы отвечать тебе но так как ты отверг свереретивые устатства и для хуления и лжи и говоришь не то что возвещено святыми пророками а что внушало тебя отцом твоим сатаною о сын дьявола исполнен всякой лжи и всякой злобы то против всех твоих всех хульных и лживых речей я тебе скажу только одно Давыдово слово не мы да будут устальствивые говорящие на преподобного беззакония гордыню и уничижения и тотчас тот велеречивый еврей замолчал и его хульный язык они имел так что он ничего не мог сказать тогда иудеи были постромлены а христиане возрадовались персы же и сарафины удивились и радовался в душе царь что христиане победили и сила Иисуса прославилась потом царь повелел того законолучителя еврейского пораженного немотой от Бога бить нещадно воловьями жилами и потом посадить в темницу также были наказаны и другие еврейские начальники и с позором были прогнаны из собрания спустя же три дня тот еврей который был брошен в темницу не сила будучи говорить обратился с письменной просьбой к святому епископу Феодору прося у него пощады и обещаясь принять христианство святитель дав знать об этом царе освободил еврея из темницы и тот преподая к ногам святителя знаками просил у него крещения так как язык его оставался немым епископ совершил тогда над ним оглашение и потом когда ввел его в купель святого крещения признал над ним имя пресвятые троицы его язык тотчас освободился от немоты и он начал громким голосом прославлять отца и сына и святого духа и исповедовал что Иисус Христос есть поистине сын Бога живого возвещенный законом и пророками и так еврей стал христианином получив во святом крещении вместо имени новая Самон а по его примеру и некоторые другие евреи приняли святую веру и крестились также многие из перцев и Сарацин уверовал во Христа но сохраняли свою веру втайне боясь чтобы не подвергнуться преследованиям и казни со стороны своих властей после этого через несколько дней Сизой Феодор собрался идти к пустыннику преподобному Иоанну и заявил о том царю царь сказал что и ему бы хотелось увидать того угодника Божия и послушать его речей святой на это сказал одобряю твое желание ибо если ты его увидишь то получишь от этого большую пользу он муж высокой души имеет дар прозорливости так что может говорить о будущем как о настоящем так согласились они вместе идти к пустыннику царь при этом сделал вид что идет на охоту и хочет несколько дней провести в пустыне заловлю ледики и зверей и так он отправился со множеством служителей и воинов имея при себе и епископа как постоянного своего врача они ходили по горам и пустынным долинам и поймали много добычи когда же они приближались к тому месту где в пещере пребывал пустынник царь разослав своих слуг и воинов по разным сторонам выслеживая диких зверей а сам остался с небольшой свитой потом подойдя еще ближе к пещере он оставил и эту свиту и пошел впереди взявший с собой только тех троих вернейших обратившихся христианства служителей святитель же взял с собой ученика своего Василия который впоследствии написал его житие преподобный святой Иоанн духом провидя что к нему и идут царь и епископ вышел к ним навстречу неся в руках огонь и химиам приветствовал их поклоном и взял к себе в пещеру где они сей стали беседовать о полезном для души и сказал царю пустынник блажен ты так как отрекшись от суетного и ложного возлюбил истину вводящую тебя в жизнь блажен ты потому что увенчаешься венцом мученичества и вместо временного земного царства будешь вечно царствовать на небе со Христом слава Богу единому в Троице ибо Он вывел тебя изо рва страстей и из глубины скверны поставил на камень ноги твои и вложил в твои уста новые песни после этого преподобный старец предложил пришедшим пищу какую можно было найти в пустыне и воду для питья и те вкусили и возблагодарили Бога царь сказал по правде сказать никогда во все дни царства не моего не принимал я с таким удовольствием пищи и питья как сегодня воистину отец духовный ты царь а я нищ и убог и старец говорил Господь подобит тебя скоро получить истинное царство за то что ты пришел посетить меня нищего царь предлагал царту много золота но тот не взял говоря жителю пустыни золота не нужно раздай его живущим в городе нищим и получишь награду старице на небесах и делился царь равноангельскому житию преподобного старца а потом после продолжительной беседы все простились со старцем который провожал их благословениями и молитвами старцем и удалились и встретившись со служителями и воинами возвратились в город царь сказал святому Федору как я должен благодарить тебя честнейшей отче за то что дал мне возможность увидеть поисти небесного человека который стоит выше всех в мире между тем добрый пастырь помышлял о возвращении к своему стаду он боялся как бы без него иеретики эти злые волки не напали на его стадо и не нанесли вреда его духовному овцам поэтому он стал просить царя отпустить его в Эдессу также прослезившись сказал после твоего отшествия кажется мне отче я проживу уже недолго я не хочу оставаться тайным читателем чтителем Бога и тайно носить имя христианина иди 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 с миром домой и возьми с собой частицу древа честного и животворящего креста Господня чтобы оно не было после моей кончины попрано ногами неверующих если же через год ты услышишь что я еще жив поприди опять навестить меня и перенеси с собой эту святыню а если услышишь о моей кончине то помолись об упокоении души моей царь дал святому епископу Феодору множество золота и серебра и всяких драгоценных вещей как на украшение храмов Божиих так и для раздачи нищим и убогим и простившись они расстались со слезами при удалении своем святитель оставил в Вавилоне одного из своих служителей чтобы он наблюдал за тем что там случится по его уходе и удалившись из Вавилона благополучно возвратился в Эдессу к своим овцам духовным через некоторое время по удалению святого Феодора благодоверный царь Иоанн прибывавший в Вавилоне не желая более сохранять тайне свою веру во Христа и любовь к нему но намереваясь перед себя христианином на деле перед всеми призвал к себе всех князей воевод и градоначальников и сказал им великую тайну я хочу открыть вам и пусть никто не сомневается в моих словах мне открыто от Бога что близка моя кончина и что я через несколько дней удалюсь из этой жизни посему я повелеваю вам и всему народу собраться на поле царь указал на какое поле завтра утром я хочу вам объявить мое завещание сказавши это он отпустил их и они ушли опечаленные потом царь повелел глашатым громко объявить по городу чтобы весь народ утром собрался на то поле а сам всю ту ночь провел в молитве рано утром он призвал к себе митрополита объявил ему о своем намерении и просил его совершить во внутренней молитвенной комнате божественную литургию в конце литургии он с умилением причастился из рук святителя божественных тайн тела и крови христовой и вручив святителю драгоценные дары отпустил его потом он облачился в светлую царскую одежду сел на коня и выехал с большой свитой на назначенное место где уже собрались бесчисленные толпы народа персы измаильтяне евреи и христиане и всеначальники и властители приготовлен был высокий помост и на нем поставлен был высокий царский престол чтобы царя могли видеть все все удивлялись за чего их собрал царь и спрашивают друг друга о чем царь будет говорить царь же прибывший на место воссел на своем престоле и через некоторое время давший знак к молчанию встал с престола и громко начал говорить слушайте все персы и огоряне и евреи и почтенные христиане христиане я христианин 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 он вынулся я тебе христианин 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 аминь и христианин 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 явился в грозном виде старейшинам и властителям и сказал, «Скорее отдайте тело мое христианскому митрополиту, чтобы он предал его погребение. Если же вы не сделаете этого, то я всех вас тотчас же погублю». Когда они, пробудившись от сна, ранним утром собрались вместе, рассказывая друг другу о бывшем им всем сновидении, и пришли в ужас, тотчас же они послали христианскому митрополиту повеление, чтобы он взял тело царя и похоронил его. Митрополит тотчас пошел, взял тело святого мученика царя Иоанна и тела святых трех слуг его, и принес их в церковь, где и предал честному погребению. От их общей гробницы совершались разные чудеса, и часто подавалось исцеление от всяческих болезней не только христианам, но и агарянам, которые вследствие этого стали склоняться к принятию христианства. В ту ночь, после своей кончины, святой царь Иоанн явился в сновидении святому Феодору, епископу Эдесскому. Он был в белой чрезвычайно блестящей одежде, а на голове у него был чудный венец, красоту которого невозможно изобразить на словах. Он сказал епископу «Вот честные очи, Христос Господь прославил меня великою славою и сопричислил меня к мученическому лику. Вчера исповедал перед всеми его пресвятое имя, и зато убит был персами и сарасынами. Дружа же моя, выйдя из телесной темницы, получила благо, о каких ты говорил мне. Да благословить тебя Бог за то, что ты сделался ходатаем моего спасения, и я молюсь нашему общему владыке, чтобы он повелел скорее тебе прийти ко мне, дабы вместе наслаждаться блаженной жизнью по благодати Пресвятой Троицы». Пробудившись от сна, святой епископ Иоанн пошел к преподобному Феодосию Стопнику и рассказал о бывшем ему видении. Стопник сказал ему, что это было действительное видение, потому что о том же самом и он получил откровение от Бога. Через несколько дней завел он и пришел слуга, который был там оставлен, и сообщил во всех подробностях о том, как благоверный царь Иоанн с тремя отроками пострадал за Христа. И радовался святой Феодор от всей души, благодаря Богу, за то, что труд его был не напрасен, но принес столь прекрасный плод в небесное царство. Через несколько времени после этого Стопник увидел в видении, что брат его преподобный Иоанн Пустынник отошел ко Господу. А потом, после кратковременной болезни, приставился и сам Стопник, преподобный Феодосий. Святитель похоронил его в церкви святого великомученика Георгия в монастыре святых постниц. По прошествии же трех лет после убиения святого царя Иоанна, этот в страстотерпе снова явился святому Феодору в том же виде, как и в первый раз, и сказал «Шествуй, любезный отец! Тебя призывает Христос! Он соизволил, чтобы мы вместе с тобой жили в его царстве и радовались в его чудном свете! Из этого видения святитель Христов Феодор заключил, что отшествие его к Богу приблизилось. Поэтому он сделал нужное распоряжение по делам церкви Эдесской и преподав благословение и мир духовным овцам своим, оставил свою паству и удалился в Иерусалим. Поклонившись святому животворящему гробу Христову, он пришел в лавру святого Саввы, в которой началась его иноческая жизнь. И поселился в своей прежней иноческой келье. Он прожил здесь три недели и переселился в нерукотворенные обители, передавши святую душу свою в руки Богу. В девятый день месяца июля Патриарх Иерусалимский вместе с епископами похоронил с честью в той же лавре тела угодника Божия, в которой этот последний совершил столько подвигов. Славя Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице Бога, которому и от нас, грешных, да будет честь, слава, поклонение и благодарение ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин